Всем привет! С вами Владислав Викей и сегодня же мы поговорим о 10 самых ядовитых пауках на планете. Поехали! И 10 место занимает паук-волк. Семейство пауков, которые включают в себя около 2367 видов и делятся на 116 родов. Встречаются на всех континентах, за исключением Антарктиды, преимущественно в странах с теплым климатом. Эти ловкие охотники обладают отличным зрением. В основном живут и охотятся в одиночку. Длина их тела варьируется от 10 до 35 мм и являются относительно спокойными хищниками. Но если их непрерывно тревожить, то могут и укусить. Яд от укуса для человека не опасен, но может вызвать зуд, покраснение и легкую боль. 9 место. Коричневая вдова. Вид пауков, встречающийся во многих районах Южной Африки, а также в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Афганистане, Китае, Японии, Танзании, Доминиканской Республике, Кипре, Коста-Рике, Сальвадории, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратах, Бакистане и Таиланде. Этот вид часто называют двоюродным братом черной вдовы. Длина тела самок варьируется от 12 до 16 мм, самцы значительно меньше, от 6 до 8 мм, однако они обладают более длинными лапками. Как правило, пауки вида коричневого вдова светло-коричневого цвета и имеют метку в виде ярко-оранжевых или желтых песочных часов на нижней стороне их брюшка. Самцы без вреда кусают только самки и относительно не опасен для человека. 8 место. Сиднейский аллейкопаутинный паук. Вид пауков, обитающий в Австралии, обычно в радиусе 100 км от Сиднея. Паука можно встретить в расщельных скал, под камнями, столах деревьев, в редко-эквалиптовых лесах, в парках и садах, иногда проникают в дома. В основном они активны в сумерках или ночи. Длина их тела от 1 до 50 метров. Самцы очень агрессивны и опасны, они в 5 раз более ядовиты, чем самки. Их яд может нанести очень серьезный вред для здоровья человека и даже привести к смерти. Интересно, что яд опасен прежде всего для человека и примата, в то время, как и для других млекопитающих, он не оказывает своего ядовитого действия. С 1927 по 1981 года от укуса этого паука умерли 12 человек. К счастью, с момента открытия противоядия в 1981 году не было зафиксировано ни одного летального случая. Седьмое место. Коричневый паук от Шеллинг. Ядовитый паук, широко распространенный на востоке США. Длина их тела составляет от 6 до 20 миллиметров. Этот вид неагрессивный и на человека нападает редко. Обычно кусает, когда паук попадает под одежду или на постель. Укус по ощущениям напоминает укол иголки. Яд, попавший в кровь, вызывает ряд симптомов, известные как локосоциализм и характеризуется тошнотой, рвотой, лихорадкой, сыпью, мышечными и суставными болями. Однако, около 49% всех укусов не приводят к побочным эффектам и зачастую остаются незамеченными. Наиболее уязвимым к яду коричневого паука от Шеллинга являются дети младше 7 лет, люди пожилого возраста и люди со слабой иммунной системой. Шестое место в списке самых ядовитых пауков в мире занимает северный лекопаутиный паук. Вид довольно крупных пауков до 8 сантиметров, встречающихся в юго-восточной части штата Квинсленд и северно-восточной части штата Новый Южный Уэльск. Австралия. Препочитают селиться во влажно-хорошо защищенных от солнца местах, а также на деревьях. Как и большинство пауков ведет ночной образ жизни. Яд этого паука опасен для человека. Пятое место. Латеродектус Хесселти. Вид ядовитых пауков, обитающих в Австралии, способные вырастать до 10 миллиметров. Ведут ночной образ жизни, предпочитают селиться в теплых и защищенных местах рядом с человеческими жилищами. Считаются самыми опасными пауками на континенте, так как яд, который содержит нейтратоксин, может представлять угрозу для здоровья и жизни человека. Укус этого паука очень болезненный, а его яд вызывает симптомы, известные как латеродектизм. Четвертое место. Шестиглазый песочный паук. Вид ядовитых пауков, распространенный в пустынях и других песчаных местах в южной части Африки. Длина их тела составляет от 8 до 15 миллиметров. Эти пауки способны зарываться в песок, откуда и охотятся. Было экспериментально показано, что после укуса шестиглазого песочного паука смерть у кроликов наступала в течение 5-12 часов. Не доказано в случае укус человека. Это хорошо, ведь на данный момент от яда этого паука не существует противоядия. Третье место. Чилийский паук-отшельник. Ядовитый паук, родом из Южной Америки. Встречается в Перу, Эквадоре, Аргентине, Уругвай, Южной и Восточной Бразилии. Является одним из крупнейших пауков-отшельников. Обычно чилийский паук-отшельник вырастает от 8 до 40 миллиметров. Не агрессивен, как правило, кусает человека, когда случайно попадает под одежду. Его укус очень болезненный, по ощущениям напоминает ожог от сигареты. От яда этого паука один из 10 укушенных людей умирает. Остальные чувствуют сильную бухню. Второе место. Черная доба. Вид ядовитых пауков, обитающий в Северной Америке. Длина тела взрослой самки составляет около 12 миллиметров. Самцы в два раза меньше. Характерной отличительной чертой этого вида пауков является красные пятна или длинное красное пятно в виде песочных часов, расположенные на нижней стороне брюшка. Укус черной ледовы для человека опасен. Симптомы. Укус включают сильную боль, тошноту, обильные потоотделения, гипертонию, затрудненные дыхания. Для изобретения противоядия около 5% укушенных людей умирали. С 1908 по 1998 года в США было зарегистрировано 13 смертей. И первое место занимает бразильский блуждающий паук. Самый ядовитый и один из крупнейших видов пауков в мире. Они распространены в тропических лесах Южной Америки. Вырастают от 13 до 15 сантиметров. В ночное время суток эти пауки блуждают джунглями в поисках пищи. А днем прячутся в темных и влажных местах вбези человеческих жилищ. Его укус очень болезненный, а яд содержит нейтротоксин, который вызывает потерю контроля мышц и затруднение дыхания, что приводит к параличу и в итоге к удушью. Интересно, что с укусом бразильского блуждающего паука не всегда впрыскивается яд. Это случается лишь с 30% вероятностью. Ну вот и все. Если вам понравилось видео, то ставим палец вверх, подписываемся на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok